о привет дорогой гость и я рад то что ты зашел на мой канал это кстати не основной канал будет ссылочка на основной канал автолета там мы снимаем обзоры тест-драйвы все что связано с тачками мы уже наснимали много видео за прошлый за все время мы снимали около 200 видео и поэтому поэтому есть чем поделиться вот и здесь я буду на этом канале иногда отвечать на ваши вопросы снимать какие-то лайфовые видео так что тоже подписывайтесь и если видео понравилось ставьте лайк если есть какие то вопросы пишите в комментах буду записывать для вас видосики так что погнали знаете некоторые люди пишут мне в личные сообщения и спрашивают слушай я хочу стать блогером с чего мне начать что мне надо снимать где брать машины какую оборудование купить о чем говорить как рассказывать и я понимаю то что я начинаю переписываться и эта переписка она длится бесконечно потому что много вопросов много каких-то моментов на которые просто не ответить за одно сообщение и я решил поэтому записать такое видео и посмотрев его сразу же да в конце вы уже поймете для себя надо оно вам вообще или нет потому что некоторые люди в начале пути они думают слушай все так круто я пройду этот путь и я буду супер популярный уже через два месяца меня будут смотреть тысячи людей лайки шмайки пайки деньги там не знают тачки но но друзья на самом деле путь очень узок и тернистый не у всех получается и скажу то что мы в процессе и если бы мне в начале пути показали даже это видео с самим собой я бы отдал бы кучу денег бы за это видео потому что она реально полезная на пережитом опыте о чем будет разговор первый вопрос вообще да стоит ли становиться блогером и я могу говорить о авто тематике потому что мы снимаем автомобили мы говорим о машинах и вообще стоит ли становиться автоблогером и с чего начать стоит или не стоит вопрос ваш вам решать и тут как бы какого-то ответа я не скажу с чего начать первое конечно вам нужны машины без них никуда и некоторые люди думают ну ладно у меня есть тачка у пети у вас и у коли у бабушки моей есть машина я сниму все будет четко ребята думайте хотя бы наперед на 2-3 месяца потому что через 2-3 месяца машины закончатся когда вы начнете снимать и ну вы понимаете то что вы возьмете у пети у коли у брата у свата акробат потом машины кончатся поэтому первое чего начать нужно подумать что вы будете снимать какой контент какие машины где вы будете брать рекомендации здесь как бы две в принципе первое если взять вообще негде то идите по близкому кругу знакомых друзья товарищи братья у кого есть машины потом у друзей друзей у брата брата акробата и так далее, по широкому кругу. В идеале, вторая рекомендация, это самый, наверное, идеальный такой вариант, если вы найдете какой-то, я не знаю, автосалон хороший, или тот источник, где вы постоянно можете брать машины. Это в идеале, друзья. Ну, то есть, вы можете прийти куда-то, походить по автосалонам, только нормальными, не каким-то шарашкиным конторам, большим, крупным, и сказать, я снимаю видеовлог, блог, там, как угодно, канал на ютубе, давайте я буду снимать для вас тачки, а вы будете, ну, там, да, вы будете мне давать машины какие-то на тест, вот у вас даже на площадке, а я буду там на канале говорить немножко про вас иногда. Многим салонам, я думаю, это выгодно, только если эти салоны честные. Второе, на что снимать? Знаете, как вы уже поняли, это все оборудование, и это не все оборудование, еще есть камера, на которую я сейчас снимаю, есть еще другая камера, есть еще разные-разные моменты, объективы, это лишь часть оборудования, которая имеется. Но, вам не нужно все это оборудование, это появилось спустя два года. Вообще, в течение двух лет этот процесс мы докупали, набирали, какое-то время мы брали в аренду, какое-то время мы снимали на телефон, там, на все, что можно было. И отвечаю на вопрос, какое оборудование лучше, и на что снимать именно автообзоры. Смотрите, первый момент. Вы можете снимать вообще на телефон, начать с этого. Начать просто тестовый, потому что, если вы поснимаете месяц, и через месяц вы перехотите, как бы, ну, вдруг, все, я не буду больше снимать. А у вас уже там куча камер каких-то дорогих. Ну, конечно, если вы не богатенький, мажор, у кого куча бабла, и кому вообще пофиг, он купил, выкинул там, не знаю. Но, если вы реально здравый человек, то мой вам совет, первое, или телефон. Второе, экшн-камера, GoPro-камера, не важно. Ну, Sony, точнее, экшн-камера, GoPro, Sony, там, еще как Xiaomi, чего угодно. Главное, чтобы была более-менее картинка и звук. Но, конечно, рано или поздно вы придете к хорошему оборудованию. И вкратце расскажу, что круто иметь. И это лишь наш комплект оборудования. Вы можете другое купить, потому что рынок разнообразный, большой. Первое, у нас, конечно же, есть камера Canon 6D. Это то, на что я сейчас снимаю. Вот он, Canon 6D, и объектив широкоугольный. То есть, здесь у нас широкоугольный объектив 17-40. Для чего широкоугольный объектив? Потому что, когда вы близко снимаете машину, если у вас объектив не захватывает всю машину, да, лишь часть, то это будет неинформативно. Потому что зрителю вам всегда нужно показать машину. Не просто лица, не просто часть машины. А желательно, чтобы вся машина влезала в кадр. Поэтому ширик – это ваше все. То есть, желательно, чтобы он был с эффектом зума, как у нас, вот 17-40. То есть, это возможность взять и широкий угол, и нацелиться на какие-то более средние, крупные планы. По фотоаппаратам. Вариантов много. У нас сначала вообще был не очень дорогой. Вместе с флешкой-объективом Canon 600D. Я его покупал за 30 тысяч рублей. Примерно это было два с половиной года назад. Неплохой фотоаппарат. Долго нам прослужил. Потом мы взяли Canon 6D. Можно там купить Mark II. У нас, в принципе, кто снимает нам оператор, у него вторая камера – это Mark II. Если денег побольше, можно купить Sony. На мой взгляд, лично Sony более подходящая техника для видеосъемки. Она сейчас более приспособлена. Плюс по габаритам и по весу она гораздо меньше. Также у нас две экшн-камеры. Это GoPro 3+. Это старенькая камера. Мы ее иногда мучаем. В разные экстремальные условия она попадает под колеса и так далее. Это более новая камера. Это Sony. Она может снимать в 4К. И это гораздо интереснее. Но вам можно не заморачиваться. Можно хоть Sony, хоть GoPro. Это не проблема. Еще есть докупил полтинник. Это 50 мм. Он хорошо берет крупные планы, если вам что-то снять нужно. Но, честно вам скажу, не так часто им пользуемся. Вообще не так часто им пользуемся. Обязательно для экшн-камеры еще вам понадобятся, кстати, боксы. Потому что это наше все. Это вообще, блин, без них этих камер бы уже не было. Смотрите, звук. Звук это вообще 50%, а то и 70% всего. Если у вас плохой звук, то вы просто, я не знаю, ну, видео у вас сильно хорошее не получится. Первый вариант. Это один из самых бюджетных вариантов. Это накамерный микрофон, который вы можете ставить на камеру. И на расстоянии писать звук. То есть он будет убирать все то, что вокруг, но он более сфокусированно будет концентрироваться, скажем, на вашей речи. Но он все равно записывает. Тарахтение машины не самый лучший вариант. Но это хороший вариант, если вы снимаете на несколько человек, диалог и так далее. И нужно снять общие какие-то планы со звуком. Это неплохой вариант иметь у себя в арсенале такой микрофон. Если делать звук более качественным, то это, конечно, петличка. Если нету много денег сразу, то можно купить, в принципе, такую петличку. Это аудиотехника, называется петличка. У нас, по крайней мере, их много разных вариантов. Проводную. Неудобно тем, что вы спишите обзор машины. Вам нужно ходить вокруг, и она цепляется по полу-полу, по земле. Грязь там где-то зацепил, порвал. Придется вам за все время, там, за год съемки мы купили штуки 4 уже таких. Может, рвали их неоднократно. Стоит недорого, 2,5 тысячи, но свою работу выполнять на ура. Но самый идеальный вариант по звуку, который я рекомендую, мы недавно приобрели. Я вообще не могу нарадоваться. Это такая удобная штука. Это радиопетлички. Вот они. Одна, кстати, на мне сейчас. Вторая, вот вы звук слышите с нее. Вот вторая, вот эта. Называется Saramonic. Короче, такое сложное UW-Mig9, но не суть. В чем прелесть этих микрофонов? Вы уже поняли. Вы можете на расстоянии писать. Вы это все знаете, как бы это радиопетлички. Но есть еще один момент, который просто офигительный в этих петличках. В том, что их две. То есть, две петлички коннектятся на одну базу. Если снимаем интервью, диалог, это незаменимая штука. И поэтому я рекомендую, если есть деньги, возможность рано или поздно приобрести радиопетли. Это будет очень круто. Вы, наверное, много видели обзоров. И есть плавность картинки. Все летает, крутится. Все такое суперское, здоровское. Но это не просто так. Когда мы начинали снимать, я не знал, что есть стедикам. И я ничего не знал. Потому что, когда ты начинаешь что-то снимать, типа ты блогер, тебе нужно освоить несколько профессий и моментов. Ты монтажер. Ой, ты режиссер. Да, режиссер. Ты оператор. Ты должен знать технику, нюансы. Ты это все должен знать. Ты монтажер и звукооператор. А костюматор. Кто угодно ты. Ну, короче, когда ты сталкиваешься с техникой, я думал, а как они так делают? Проводят камерой плавно. И знаете, я там руки держал и со штатива пытался. Потом я узнал чудо приспособления. Это стедикам. И в данном случае это электронный стедикам. DJI Ronin M. В чем его особенность? Есть разные стедикамы. Есть ручка. Есть вот такой стедикам. Не важно, какой у вас будет стедикам. Есть механический стедикам. Точнее, важно, какой у вас будет стедикам. Если вы хотите плавность в проводах, то, скорее всего, вам понадобится хороший стедикам. По звуку, кстати, по ценам. Вот это, пока не забыл, 5000 рублей у нас на камерной, 2500. Вот эти стоят 25000 рублей. Вот эта камера Sony у нас 4K, которая стоит 26000, 27000. Объектив 15-18. GoPro, это уже около 15, можно купить ее. Вот эта штука одна из самых дорогих. Камера, кстати, 6D стоит около 60. Мы брали объектив около 30. И вот эта штука одна из самых дорогих. Она стоит около 70 тысяч рублей. Мы ее покупали. Она, я не знаю сейчас сколько, она может быть дешевле или дороже. Курс доллара все решает. Ее прелесть в том, что когда вы делаете проводки, снимаете плавность, такое движение, вот она это все дает. Если у вас небольшой фотоаппарат, можно взять ручку. Если у вас побольше, у нас побольше фотоаппарат был. Мы взяли Ronin. Он не всегда удобный, честно. Иногда снимать в движении с машины или там внутри машины, в салоне вообще неудобно. Но мы смиряемся и пока рады тому, что есть. В принципе, неплохой вариант. Это один из самых, наверное, будет распространенных стедиков на рынке. Если вы купили уже вот это все и такие думаете, ну надо что-то еще. В принципе, так и бывает. Так и есть сейчас на данный момент. Это вот такая штука. Называется она DJI Phantom Standard. DJI Phantom 3, по-моему, Standard. Я снял лопасти, просто с ними неудобно. Фишка этой темы, по-простому, она, короче, летает и снимает. Вы все поняли. Долго не буду вас грузить. Я лишь отвечу на вопрос. Нужна ли она или нет вообще? Скажу так. Без нее обойтись можно вполне. Если у вас, скажем, ну вы не любитель прям какой-то заморочки. Вот все по-простому, что было. Она вам не нужна. Потому что с нее получается несколько, да, хороших, красивых кадров, которые вы не снимете ни на одну из этих камер. Но, в принципе, при съемке, знаете, когда ты их вставляешь, ну и без них, ну как бы ничего страшного не случится. Вот. Вот. Он стоит, кстати, 30, по-моему, 7 тысяч рублей. Вот. Поэтому и еще вам понадобятся штативы, рельсы, там, короче, куча всего. Но я к чему это все говорю? Этот набор вам понадобится, чтобы снимать обзоры. Ну, хорошие обзоры. Я не говорю с дрожащей рукой, с одной камерой, с одного ракурса. А более-менее с разных ракурсов и планов. О деньгах и о монтаже. Монтаж. Здесь два варианта. Вы можете отдать кому-то, чтобы кто-то монтировал. Можете и сами монтировать. Adobe Premiere, там, Sony Vegas, еще и еще разная куча, там, программ, хоть вплоть до того, что iMove, там, любые какие-то стандартные приложения. Если простой монтаж, нарезать видео без проблем. В этом ничего сложного нет. По поводу денег. Многие спрашивают, ну, а дорого ли вести канал и так далее. Знаете, если вы сами все делаете и не тратитесь на рекламу, в принципе, вам и не нужна будет какая-то особо, там, дорогая реклама. Потому что если вы снимаете хорошее, качественное видео, информативное, там, и так далее, то, в принципе, у вас, вам достаточно будет одной, там, камеры, хорошего звука и все. И для вас это будет просто время. Но если вы подходите к делу, вот, примерно так, как мы, качественно, то один обзор вам будет выходить, там, примерно от 5000 рублей выше. То есть, я имею в виду, за монтаж, время, бензин, что-то докупить, какой-то инвентарь порвался, петличка порвалась, там, еще что-то. У вас будут всегда расходы, то есть, и плюс, еще, если какая-то реклама в Ютубе, то сами должны понимать. А теперь отвечаю на последний вопрос, заработок, ребята. Ну, если говорить о заработке, как такового на первых шагах у вас его не будет. Если вы будете жить тем, то, что мне нужны деньги, я ради денег это делаю, ну, слушайте, флаг вам в руки. Я не знаю, сколько вынести этот будете флаг ради денег, потому что деньгами может вообще не запахнуть здесь. Допустим, мы это делаем, нам это нравится, мы это делаем ради удовольствия, нам это как хобби, это как наше, знаете, самовыражение. И поделиться, прежде всего, поделиться реально полезной информацией, которую мы на опыте получаем. И даже вот эта информация, я считаю, то, что она полезная, потому что мы на опыте ее получили все. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, также пишите в комментариях и подписывайтесь на наш основной канал Автолета. Если было полезно, палец вверх, подписка на канал. Всем пока!